Организация летней занятости подростков. Главная тема заседания регионального правительства, которое прошло накануне. О необходимости вовлекать молодое поколение в трудовые процессы, говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как будет построена эта работа в нашем регионе, расскажем дальше. В прошлом году в Тверской области на предприятиях и в организациях региона трудились почти 13 тысяч подростков. Ребята работали на крупных производствах в бюджетной сфере. В этом году планируется трудоустроить более 15,5 тысяч ребят. Трудовая занятость подростков, как и развитая система профориентации, значимая составляющая работы по подготовке кадров Верхневоложья. Открывая заседание, подчеркнул губернатор Тверской области. Важной частью этой работы для нас, для Тверской области, является воспитание молодежи. Во всех направлениях, начиная от духовного, семейного, трудового воспитания, профессионального роста, политической грамотности, политической культуры. Для наших школьников это возможность получить первый трудовой опыт, кому-то наоборот уже его укрепить, если они там второй, третий раз уже трудятся. И самое главное, что получая первый опыт, ребенок увидит, как работают предприятия, организации, будут понимать, что такое трудовой коллектив. К примеру, более 1600 человек в прошлом году участвовали в благоустройстве территории. Почти 900 ребят трудились на обрабатывающих производствах. Около 500 подростков были трудоустроены на предприятиях пищевой промышленности. Они сортировали и упаковывали продукцию. Подростки во время каникул задействованы в самых различных сферах. ЖКХ, туризм, транспорт, строительство, лесное, сельское хозяйство, информация и связь. Например, в Почту России ежегодно трудоустраиваются ребята, причем трудятся на разных участках. Мы видим большую заинтересованность подростков. Это сортировка, это архивация документов. В 22-м году мы трудоустроили 60 подростков, в 23-м порядка 80 подростков. И в этом году уже набрали практически 80 резюме новых. Глава региона акцентировал, важно, чтобы обеспечение занятости подростков было составляющей системной работы по повышению престижа рабочих профессий, профориентации молодежи, решению кадровых вопросов в народном хозяйстве. Начиная от парикмахера, помощника повара, помощника автослесаря, помощника какого-то оператора компьютерного обеспечения. Интересный опыт – это участие в работе сантехников, управляющих компаний, там, где нужны трудовые руки. Растут и показатели по периоду занятости молодых людей. Средний срок трудоустройства в прошлом году превысил 20 дней. В текущем году планируется развивать эти позитивные тенденции. В настоящее время в регионе работодателям компенсируется заработная плата в размере МРОД, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. Всё это стимулирует компании активнее включаться в работу по трудоустройству молодёжи. В прошлом году рабочие места молодёжи предоставили 566 организаций вне бюджетной сферы. Это в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. Всего же ребята подрабатывали более чем на тысячи предприятий и организаций области. Общее число работодателей-партнёров увеличилось более чем в три раза. Это очень хорошая практика, и мы её на недавнем съезде РСПП представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 23-й год, 24-й уже прирост на несколько тысяч трудоустроенных, и в том числе в небюджетной сфере. То есть компании уже научились находить те рабочие профессии, которые напрямую не сопряжены с опасными видами деятельности, и под которые они могут взять себе стажёров. Среди новаций 2024 года, направленных на решение задач, поставленных главой региона, введение квот для колледжей, предполагающих трудоустройство 30% обучающихся, усиление профориентационной работы с подростками, расширение субсидирования работодателей, чтобы поддержку могли получить и некоммерческие организации. Кроме того, предлагается поощрять муниципалитеты, показавшие лучшие результаты по трудоустройству подрастающего поколения. Будут продолжены хорошо зарекомендовавшие себя ярмарки-вакансии для школьников и студентов. В активной стадии сейчас заключение трудовых договоров с предприятиями и организациями различного профиля. Востребованные профессии ребята могут осваивать не только летом. В 2024 году трудовые навыки в свободное от учёбы время уже получили около 900 молодых людей Верхневолжья.